В эфире городские новости в студии Валерия Отинова. Здравствуйте! В последние полторы-две недели ленты новостных агентств переполнены тревожными сообщениями о том, что в любой момент может обостриться ситуация на линии разграничения. А ведь это не просто линия на карте, здесь живут сотни тысяч людей. Вчера глава ДНР Денис Пушилин провел рабочее совещание с руководителями администрации городов и районов республики по вопросу оказания помощи жителям прифронтовых населенных пунктов. Перед нами остро стоит проблема жизнеобеспечения населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Люди уже пятый год фактически живут в условиях ежедневных боевых действий. Это касается целого ряда населенных пунктов. Гуманитарная ситуация там критическая. Не хватает всего лекарств, продуктов, нестабильно функционирует транспортная система, нет дорог. Между тем там живут наши граждане и государство должно заботиться об этих людях. Да, сегодня работает общественный штаб по прифронтовым районам. Они организовывают выездную торговлю, доставляют гуманитарные грузы, помогают людям выехать в тыловые районы, но эта работа недостаточна. Необходимо подключать городские и районную администрации. Началась зима, появились дополнительные проблемы с обогревом, с ликвидацией аварийных ситуаций. Есть вопросы по электричеству. Власти должны четко мониторить все потребности населения и максимально оперативно реагировать на все сигналы. Междугородние автобусы, следующие из Харциска в Донецк и обратно, с понедельника будут курсировать по новому расписанию. На прошлой неделе Министерство транспорта ДНР поставило перед харцисским перевозчиком задачу продлить работу общественного транспорта на данной линии. Удалось договориться и о том, чтобы немного скорректировать маршрут следования автобуса по Харциску. В вечернее время автобус, следующий из Донецка в Харциск, до сих пор не заходил на Черемушки, что доставляло жителям одного из самых густонаселенных районов города определенные неудобства. Теперь этот вопрос можно считать закрытым. Со вчерашнего дня маршрут следования автобуса изменен с учетом пожеланий гаража. На выездном приеме первого замминистра транспорта были обращения людей по поводу видоизменить, небольшие сделать изменения маршрутов движения Харциск в Донецк. Посоветовавшись с нашими перевозчиками, принято было решение видоизменить вечерние графики в плане того, что с 19 декабря в вечернее время площадь 16.00, все автобусы, графики маршрута Харциск-Донецк будут следовать через микрорайон Черемушки. Это будут все графики, курсирующие с Донецка в Харциск. Кроме того, с начала следующей недели общественный транспорт, курсирующий в этом же направлении, начнет работать по новому расписанию. На 25 минут будет сдвинуто время отправления последнего автобуса на Донецк. Следовательно, и обратный рейс в Харциск тоже стартует немного позже. Временем отправления 18.15 из Харциска в Донецк, из Донецка в Харциск в 19.40. Этот маршрут будет действовать в тестовом режиме, будут мониторить пассажиропоток с 24 декабря по 29 декабря. И в новом 2019 году тестовый режим продлится с 9 января по 15 января. Новый график движения автобусов по маршруту Харциск-Донецк пока носит временный характер. На постоянной основе он будет утвержден лишь при условии его востребованности, отметил Роман Маргун. 22 декабря свой профессиональный праздник отметят энергетики Донецкой Народной Республики. Вчера одним из первых многочисленные поздравления принимал коллектив Зуевской теплоэлектростанции. Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале теплоэлектростанции. Здесь собрались люди, важность труда которых переоценить невозможно. Люди, крепко удерживающие свое предприятие на позиции лидера энергетической отрасли Республики. Раскрою небольшой секрет. Вчера смотрел балансовую ситуацию по республике. Скажу, что у нас Зуевская станция на 100% обеспечивает Луганскую область. Соответственно, коллеги, задачки, которые стоят перед компанией, они непростые. Понимаем сложности, которые есть, но тем не менее, те задачи, которые поставило руководство республики, его будем выполнять. Для этого мы, собственно, и все работаем на этот результат. Еще раз, мирного неба всем, всем вашим близким, самого доброго, самого счастливого. К моему поздравлению присоединяются также коллеги с Луганской народной республики. Передают вам поздравления в этот великий день. Передают вам большое человеческое спасибо за то, что ваши генерации передаются и на сторону Луганской народной республики. Я желаю вам, желаю каждой вашей семье здоровья, мира, благополучия, достатка. По традиции лучшие сотрудники ЗУТЭС были отмечены почетными грамотами и благодарностями от Министерства угля и энергетики ДНР, республиканского предприятия «Энергия Донбасса», местного отделения общественного движения Донецкая Республика и от администрации ЗУГРЭСа. Особо отдельная благодарность тем сотрудникам, которые в 2014 году не покинули свои рабочие места, не остановили работу станции, работу энергоблока и продолжали стабильно снабжать энергетикой нашу республику. Им особо отдельная благодарность. Спасибо вам за это. Еще одна традиция предприятия – в свой профессиональный праздник подводить итоги года. Одно из последних достижений на ЗУГРЭС – капитальный ремонт первого энергоблока, благодаря которому не только выросла эффективность и надежность теплоэлектростанции, но и в целом укрепилась энергобезопасность ДНР. Говорят, что день энергетика – это время, когда уже подводим определенные итоги по году. Ставятся задачи на следующий год. Поэтому в свете задач, я хочу сказать, нас действительно много ждет очень работы. Я уверен, будет еще профессиональное свершение на предприятии, развитие предприятия. Хочется пожелать в этот праздник света, тепла. Самое главное всем нам – безаварийной работы. Праздничный концерт для коллектива ЗУГРЭС подготовили юные артисты детского сада «Ромашка» и ЗУГРЭС, которым удалось создать в зале теплую душевную атмосферу. Коллектив Харцизского городского дворца культуры готовится к самому шумному, самому веселому и самому любимому празднику детей и взрослых. Уже на этой неделе, 22 декабря, в ДК стартует череда новогодних утренников, а вечером в субботу зажгутся огни на главной городской елке. Тему продолжит Ольга Авилкина. Сегодня фойе городского дворца культуры не узнать. Вторую неделю его украшают, добавляя все новые и новые элементы новогоднего антуража. Всю эту красоту создают у нас две замечательных залы постановочной части – Елена Чернецкая и Наталья Ходоковская. Мы их ласково называем «Девушки золотые ручки», потому что они все оформление делают на все праздники. Ну а к новогодним праздникам это особая атмосфера. За все праздники новогодние проходит где-то около пяти тысяч детей, родителей, учителей. То есть это огромное количество, поэтому мы стараемся оформить так, чтобы были фотозоны, где можно было ставить фотографии на память. И, конечно, делаем театрализованное представление, которое будем показывать. В этом году фойе ДК – сплошная фотозона. И все же специально для эффектных снимков заведующие постановочной частью смастерили сани Деда Мороза и уютный уголок с елкой и камином. Огромные шары игрушки из папье-маше и снеговик, изготовленный тем же способом, знакомым многим еще с детства, приглашает на второй этаж, словно обещая, что на первом новогодняя красота в ДК не заканчивается. В этом году нижнее фойе сделано как фойе подарков. То есть вы обратили внимание, что и вверху здесь есть у нас все подарочки, и внизу здесь в фотозонах подарочки, и по оформлению холла всего везде подарочки. Мы желаем всем харцизянам сделать новогодние подарки своим детям, своим членам семьи и всех поздравляем с Новым годом. На время новогодних праздников в Харцизском ДК лестница превращается в горку. И это уже традиция. От этой традиции не ушли, горка будет, потому что это одно из любимых увлечений детей. Мы всегда оставляем после новогодних утренников горку до 15 января. То есть можно потихонечку заходить, кататься. То есть снега, если не будет на улице, то у нас на горке можно покататься. Детективная история с участием сразу пяти свинок будет разыграна на детских утренниках. С 22 по 28 декабря представления покажут для школьников. А 30 декабря, 2 и 3 января билет на утренник могут приобрести все желающие. Помимо этого, 4 января со спектаклем «Три поросенка» в Харцизск приедет Донецкий музыкально-драматический театр. Одним словом, поводов прийти в культурный центр города в ближайшие три недели более чем достаточно. Что ж, неплохая альтернатива дополнительной порции оливье и лежанию на диване. Правильно планируйте новогодние каникулы и до встречи на канале ТВ-Сфера. 21 декабря 1971 года на торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов, посвященном 50-летию СССР, Леонид Брежнев сказал, «Ветер века, ветер истории своим могучим дыханием наполняет паруса корабля социализма, и корабль наш неудержимо идет все дальше, вперед, к сияющим горизонтам коммунизма». Бурные продолжительные аплодисменты. Еще 20 лет корабль социализма под Кумачевыми парусами блуждал по морям, пытаясь достичь неуловимый сияющий горизонт, пока не наткнулся на рифы, заботливо сооруженные в Беловежской пуще помощниками капитана, которым не терпелось самим порулить. Корабль стал разваливаться, и 21 декабря 1991 года в Алмате группа товарищей с ограниченной ответственностью окончательно растащила обломки для строительства своих независимых плотиков, в чем торжественные расписались в соответствующей декларации. Ну а дальше, как популярна некогда песня, «На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы». 21 декабря на нашем плотике, то бишь регионе, ожидается пасмурная погода. В Краматорске и Снежном около 0 градусов, в Мариуполе немного в минусе, туман. В Харциске днем облачно, возможны незначительные осадки, температура воздуха минус 2 градуса, юго-восточный ветер 5-7 метров в секунду, ночью облачно, возможен туман. Температура воздуха минус 3 градуса, юго-восточный ветер 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова